Зенит Казань подарил своим болельщикам победу. Последняя домашняя игра завершилась со счетом 3-1, переместив тем самым казанскую команду на первое место в турнирной таблице. Соперник, который еще вчера оказался подопечным Олегна сильным и дерзким, лишь в первой партии в полной мере показал свою мощь. Последующие три с большим отрывом остались за Зенитом. Первая партия получилась тяжелая, из-за того, что факел играл уверенно, забивал, за игровочные ничьи. А со второй партии они чуть-чуть встали и удалось завестись с нами. Я думаю, что играли как датчик единой целой. Началась встреча достаточно напряженно. Зенит то и дело упирается в блок соперника. С трудом удается догнать воспитанников Чучева, которые, в свою очередь, снова и снова уходят вперед. Михайлов добивает до пола и сравнивает счет 20-20. Однако на подачах появившегося на площадке Безрукова факел отрывается на три очка. Андерсон и Леон сокращают разрыв, но Егор Клюка все-таки ставит точку и счет в первой партии 23-25. Так какая разница, какой была первая партия, главное какая игра. 1-3 проиграли, очков не заработали. Потом все развалилось, и приемы, и нападения, много ошибок начали. Чересчур много ошибок. Такими командами, как Зенит, кого допускать нельзя, вот у нас и наказали. Посыпался ли факел или прибавил в своей игре Зенит, но последующие три партии идут по одному сценарию. Казанцы отрываются от соперника и уверенно идут к победе. Если в начале второго сета гости еще как-то держат сопротивление, то в третьем и четвертом догнать хозяев площадки им уже сложно. Третья партия Михайлов, Гуцалюк, Леон и Кобзарь держат отличный блок, не оставляя Тюрину, Власову, Волкову шансов. К первому техническому счет 8-3, а ко второму 16-5. Исход предрешен и на табло 25-13. Волейбол появляется. Не Леон выигрывает, а появляется командный волейбол. Это важно. Сегодня качество волейбола немножко другое. Мне понравилось. Игорь там какие-то моменты делал осознанно это. Осознанно с головой не на эмоциях, а осознанно связывающего это важно. Поэтому рад прежде всего этому. В четвертом сете у гостей вновь не ладится прием. Эйсы Леона и Андерсона делают казанцев еще ближе к победе. 11-5 и Игорь Чучев берет тайм-аут. Андерсон, Михайлов и Гуцалюк добивают до пола. Второй тайм-аут Факева при счете 23-13. Не помогает, и гости уступают первое место турнирной таблицы «Зениту». У нас все разладилось, потому что пропало какое-то настроение такое. Это все палка о двух концах. И там хорошо пошло, и у нас пошел спад. Обидно, что счет такой провальный. Если бы это все было в такой жесткой борьбе и какие-то розыгрыши интересные, но ничего такого не было, просто провал. Впереди у казанского «Зенита» ответственные матчи Кубка России. В пятницу 11 декабря команда отправляется в Калининград, и уже 12-го состоится первая игра в рамках финала четырех. Следите за ходом финальных игр на сайте клуба в группе ВКонтакте и, конечно, смотрите ЗТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»